Здравствуйте, это программа Учурдав, студия Алия Арашева. Сегодня беседуем об особенностях отечественного туризма. Разговариваем с Владимиром Комиссаровым, председателем Ассоциации «Шелкового пути», гражданским активистом, который много путешествует внутри страны, так и за рубежом, это Элим Карпеков. И в нашей второй студии председатель Ассоциации горнолыжных баз Кирилл Иргисов. И, Владимир Анатольевич, первый вопрос к вам. Как у нас обстоят дела с зимним туризмом? Дела обстоят хорошо. Снег есть, сегодня навалило, то есть теперь можно очень хорошо кататься. Ну, это если так, внешнюю сторону туризма. А по большому счету состояние туризма, не только зимнего, а вообще приключенческого туризма и рекреационного туризма в Кыргызстане, оно довольно плачевно. И тому причин очень много. И как мы будем говорить, говорить не обо всем туризме или только о зимнем туризме? Ну, мы здесь затрагиваем, конечно же, в основном сегодня это зимний туризм. Все-таки хотелось бы узнать, именно зимой в Кыргызстане, наверное, это все-таки основное направление, поэтому будем говорить о горном туризме. И в целом о туризме поговорим, конечно же, будет потом. Зимний туризм вообще для нас, для Кыргызстана, очень важен для туризма. Почему? Потому что летом более-менее сезон заполнен, а турфирмы, проработав лето, остаются на зиму, можно сказать, пустые. То есть у нас полного сезона в туризме нет. И это огромная проблема. Сейчас несколько проектов есть. Эти проекты продвигает. Вот проект «Устойчивое развитие зимнего туризма», который финансирует швейцарское правительство и реализует Хельвитас. Там очень много вопросов развития зимнего туризма. Вот мы недавно провели анализ безопасности зимнего туризма, но и в целом приключенческого туризма. И тоже были несколько удивлены таким состоянием плачевным в безопасности. Илья Майрамбекович, скажите, почему у нас, как Владимир Анатольевич сказал, что вообще зимнего туризма по сути у нас в Кыргызстане нет? Он как бы и есть, но в целом не так развит, как хотелось бы. В чем проблема? Добрый день. На самом деле это требует определенных вложений. Это, прежде всего, инфраструктурные вопросы и плюс вообще снаряжение, что бы это ни касалось. Мы же, когда говорим зимний туризм, у нас больше всего предполагается, мы сразу вспоминаем, что, допустим, лыжные базы, горнолыжные базы здесь, да? Ну и у нас есть прекрасные сейчас лыжные базы, в принципе, они постепенно отстраиваются, стараются и так далее. Но вот очень хорошо сказали, наш Костик, в части приключенческого туризма, да? У нас очень много потенциала в другом направлении тоже. Это альпинизм, кластер альпинизма, да? Это фрирайд, допустим, да? Но вот очень много туристов иностранных, они хотят не на такую базу, потому что вот подобные базы, вот утоптанные, готовые и так далее, они есть во многих странах, вот и в соседних странах есть и так далее. Их, прежде всего, интересует фрирайд, они хотят, вот пуховик называется, да, вот прям спуститься, вот вы же видите, иногда ролики красивые, когда они вот на абсолютно новой свежей трассе по снегу спускаются, да? И туда вот доставить, это туда можно вертолетом доставить, туда можно аэротраками, специальными средствами доставлять. При этом нужно его обеспечить, безопасность и так далее. У нас есть потенциал, у нас есть такие вершины. Потенциал безумный, он вообще красивый. У нас, на самом деле, природа, это просто Богом даровано, чтобы мы занимались туризмом. Но он-то требует больших вложений. И вот смотрите, в принципе, у нас постепенно, постепенно, даже вот без особой поддержки государства, она налаживалась. Но, к сожалению, пандемия внесла свои коррективы. К сожалению, ну, это во всем мире это, но в нашей стране она особо сильно ударила, потому что в других странах они, знаете, вот подушку безопасности обеспечили в сфере туризма в части дополнительного бюджетирования. У нас же этого не получилось. Очень многие хостелы закрылись, очень многие отели закрылись. Вот тот хостел, которым мы занимались, непосредственно я занимаюсь этим, да? У нас, представляете, 95% посетителей хостела, они были иностранцы. И когда мы открыли и запустили хостел, я был просто поражен. Знаете, на самом деле к нам приезжает очень много людей из Европы. Это Франция, Германия, Нидерланды, даже из Швейцарии приезжает. И 95%, когда туристы скинулись, либо люди переформатировали хостелы, либо они шли. То есть от государства была поддержка. Я к тому, что у нас вот это развитие идет очень медленно в связи с тем, что у нас, во-первых, конечно, нет хорошей поддержки. Ну, пандемия плюс хорошей поддержки. А так потенциал, конечно, бешеный, я бы сказал, просто огроменный. Но даже при такой ситуации, вот я не хочу сейчас говорить о том, что... Потому что мы уже... И нам надоело, я думаю, что и государство надоело, и людям надоело все время просить деньги. Мы понимаем, что денег нет, и в бюджете нет, и в других сферах нет. Но, знаете, есть очень много направлений, по которым государство могло бы помочь. Я вот как активный пользователь, я турист, вот внутри страны каждый раз езжу, я практически каждую неделю стараюсь куда-то выезжать, выходить, новые места смотреть. Знаете, нужен минимум просто. И людей нужно обучить и научить. Просто минимум. Ну, о каком минимуме идет речь? Знаете, я, допустим, образно вот скажу. Вот смотрите, даже, допустим, Сарачалек. Вот в Сарачалек, я, по-моему, если не ошибаюсь, в прошлом году был, да? Сарачалек – это туристическая зона. Это просто невероятно красивое место. Очень многие наши граждане были. Но я хочу сказать, там строятся, вот люди на туризме вот живут, они туристов уже любят, очень гостеприимные. Но мне жалко было, знаете, что они там ставят огромные монолитные вот эти отели, мини-отели, но огромные, двухэтажные, трехэтажные. И туда они вкладываются прям огромные кирпичи, толстые стены, то есть тратят очень много денег. Там, допустим, отель в среднем 100 тысяч долларов. Да, я вижу там вот прям траты бешеные. 100 тысяч долларов. Можете себе представить? В то время, как уникальность на самом деле нашей страны в том, чтобы не предлагать вот эти 100 тысячные не на подобие Европы, не на подобие комфорта, а предлагать там, допустим, другие уникальные вещи, которые могли бы, да, в виде юрты, в виде небольших легких конструкций. Это можно было бы обучать и говорить. Вот этим людям говорить, ребята, не надо вот ставить вот эти монолитные вещи. Это уже прошлый век. Вы тратите меньше. Можно потратить там, допустим, от 10 до 30 тысяч долларов, построить очень красивые, хорошие бунгало, юрты и так далее. И это будет намного привлекательнее. Он будет и национальный колорит, национальную черту делать, понимаете? Это раз. Второе. Знаете, вот я хочу сказать следующее. Вот даже, допустим, далеко не будем ходить. Вот Актуис. Сейчас вот здесь Актуис, лыжная база, она открылась. Люди очень хорошо знают. И знаете, что куча толпы людей, местных туристов, ну и иностранцы сейчас начали приходить. Они туда идут, в Актуис, кроме лыжной базы. Знаете, что смотреть? Больше всего даже. А там так называемый замерзший фонтан. Замерзший фонтан такой, лед огромный, да, вот фонтан замерзший. Но знаете, это что за фонтан? Это просто там труба, она там дырку дала, кичь, и вот эта труба все время под напором течет, и он образовал вот этот лед, понимаете? И люди идут смотреть этот замерзший фонтан. И вот пока туда едешь, я увидел только одну достопримечательность туристическую, которая бы привлекла бы внимание. Это местные ребята, которые когда-то, вот, десятилетники, которые закончили когда-то учебу, они построили такое древо жизни называется, я его тоже показывал. Это вот дерево с кворечниками, да? Знаете, можно вот такие вещи просто вот людям объяснять, там, активным активистам чуть-чуть помогать, где-то поддерживать и говорить. Ставьте вот такие вещи, которые потом станут популярным местом. Ведь вот такое водохранище, никто же этим не интересовался до этого. А вот фигуристка наша, тренер, пошла, снялась. Наш замечательный парень, он снял так хорошо. На весь мир стал популярным, что даже казахи потом нас повторили на своем озере, да? Дальше ведь Араколь. Араколь, я там работал в Кучкоре, да? Никто туда в этот Араколь никогда не ходил. Но я к тому, что сейчас есть соцсети, и туристы, они хотят видеть хоть что-то. И государство может помогать только вот в этих местах, минимум просто вложить, и вот в этих инициативу поднимать, образовывать, помогать, новые идеи делать. И все, туристы к нам идут. Они идут толпами. Нам нужно только направление. Ну вот все-таки сейчас во время пандемии хотелось бы узнать, в любом случае основное направление у нас это горный туризм, это все-таки горнолыжные базы. Кирилл, скажите, пожалуйста, в этом году как обстоят дела с туристами и с иностранными туристами? С иностранными туристами именно на горнолыжных базах они присутствуют, есть, но не в большом числе, как в прошлые годы. Конечно, пандемия внесла свои коррективы, но все же сейчас проходят группы именно по экстремальному катанию, как бы это из Швейцарии, из России, из стран Европы. В принципе, люди приезжают и получают удовольствие от нашей природы, от нашей красоты. Вот именно по экстремальному виду спорта, как дела обстоят? Люди действительно хотят именно такой вот, именно кататься на таких вершинах, где не ходил человек, но туда добираться есть возможность у туристов? Да, конечно, эта индустрия очень активно развивается, так как и на юге республики, и в Искульской области, в принципе, в Шумырской долине есть бэкантри-лагеря, которые ставятся и непосредственно как бы заточены для приема именно таких экстремальных туристов. Хотелось бы сейчас остановиться на нормах безопасности. Какие нормы безопасности должны соблюдать и какие соблюдаются, какие не соблюдаются? На каждой ли горнолыжной базе у нас есть медпункты? Да, на каждой горнолыжной базе есть медпункты, есть люди обученные. Буквально недавно проходили тренинги от Красного полумесяца, где проходили представители горнолыжных баз по обучению, оказание первой доврачебной помощи. Также, получается, на горнолыжной базе с Китотыр проводился тренинг по безопасности, по спуску катающихся и оказание первой доврачебной помощи и спуску, если того требовалось. Владимир Анатольевич, вчера в спутнике, буквально вчера это было, вы сказали, что в Кыргызстане нормы безопасности, вот в части как раз таки в сфере горного туризма, они не соблюдаются, либо соблюдаются не в полной мере. Это как, получается, экспедиции, которые путешествуют по нашим горам, они, получается, путешествуют на свой страх и риск? Ну, вот вы сказали, что нормы безопасности не соблюдаются, но нужно сказать, что их просто нет у нас норм безопасности, они отсутствуют как таковые правила безопасности, принятые государством, поэтому нет таких норм ни для горнолыжных баз, ни для лагерей внетрассового катания, ни для альпинистских лагерей, этих норм нет просто. Понимаете? Ну, вообще, какие госорганы за это отвечают? За нормы безопасности, за то, чтобы их создать, за то, чтобы их утвердить? Ну, нормы безопасности в туризме, это у нас есть Министерство культуры, информации, туризма. Ну, это госорган, который координирует деятельность в туристской сфере. О том, что у нас эти нормы безопасности на очень низком уровне, мы уже говорим очень давно. И в документы развития периодически, но не периодически, в документы развития только с 2016 года начали ставить вопросы проблем безопасности. Вот у нас программа развития была туристской отрасли 16-20. Там стояли вопросы безопасности. Много очень вопросов. Но эту программу не закончили, отменили. И в 2019 году приняли новую программу. И вот там было пять пунктов по безопасности, которые должны быть, были реализованы к концу 2019 года. Но их до сих пор нет. Вот один из пунктов там был разработать нормы безопасности по проектированию, строительству и эксплуатации горнолыжных подъемников. Проект был сделан к середине 2019 года или где-то осенью. Но до сих пор он как был проектом, так и остался. А почему, в чем проблема? Это все упирается в деньги? И в деньги в том числе. В деньги в том числе. Ну, например, вот нормы. Какие должны быть нормы? Вот сейчас, получается, у нас много горнолыжных баз имеется, да? Есть основные, есть, конечно, такие менее популярные. Но все же, есть самые популярные горнолыжные базы. Как с ними обстоят дела? Это, наверное, все-таки больше вопрос. Кирилл, к вам. Как обстоят дела на крупных горнолыжных базах? Я хотел бы немножко спуститься и для пользователей, для отдыхающих горнолыжников хотел немножко разъяснить ситуацию. Владимир Анатольевич сейчас ведет речь о нормах ЕАЭС, которые сейчас принимаются и проходят. Горнолыжный туризм в Кыргызской республике, он развивается в порядке с 1950-60-го года, когда были установлены первые подъемные канатки, подъемники для потенциала развития. Тем самым эта отрасль постепенно развивается, строятся горнолыжные базы, обновляются подъемники. И тем самым по нормам безопасности, по проектировке и всем остальным эти все нормы присутствуют. Так как есть специальный комитет, который непосредственно проводит измерения, оценку этих работ. Также получается, смотрите, для основной нормы безопасности канатных дорог, это получается, там есть определенные направления, это электроподключение, чтобы не было утечки электроэнергии. Также получается, это осмотр тросового хозяйства, получается, систем крепления, роликов. По нормам безопасности, непосредственно, каждый день проводятся на каждой горнолыжной базе, есть паспорт, регламент работ и также осмотра, где какие-то запчасти меняются, либо еще что-то. Это проводится каждодневно, даже перед каждым пуском осматривают канатную дорогу на какой-то, не знаю, дефект либо еще что-то. Плюс по нормам, по погодным нормам, по очень многих критериев и, знаете, оно уже все точно у сотрудников, когда они просто уже, знаете, просто видят буквально по какому-то изъяну, либо еще что-то и сразу же это устраняют. В случае, допустим, какой-то там поломки, либо еще что-то, также есть службы, которые, аквалицированные сотрудники, которые могут эвакуировать непосредственно как бы катающихся с подъемников. Потому что вы должны понимать, что подъемники, да, это очень довольно-таки широкий такой спектр, есть наземного пути и воздушного пути, да, как бы транспортировки, подъема пассажиров. И они очень делятся по своим характеристикам. И, знаете, популистскими такими заявлениями, как Владимир Анатольевич пользуется, но это немножко глупо и непрофессионально. Тем самым я считаю, что безопасность на горнолыжных базах, она соблюдается. И непосредственно как бы мы заинтересованы, чтобы горнолыжники, лыжебордеры, так мы их называем, получали удовольствие и эмоции от катания, а не испытывали какие-то трудности в прекрасные дни в горах. Вот вы, например, очень часто катаетесь, да, Илья Майронбекович, на лыжах, мы часто видим то, что и в социальных сетях. Вы что скажете по безопасности? Алия, давайте вот так сделаем. Вот в тех горнолыжных базах, которые на сегодняшний день работают в нашей стране, да, они уже научились, они клиентоориентированы, да, и они дорожат своей репутацией. Если там сегодня кто-то, допустим, креселка сорвется, бугель оторвется и кого-то там что-нибудь поранит этого человека, то, соответственно, слава об этой базе пойдет. Это никому из наших горнолыжных баз не нужно. Поэтому, в принципе, в горнолыжных базах более-менее относительно есть. Они следят за своим оборудованием. Каждый год, я это знаю, что каждый год они там обновляют что-то, смотрят, чтобы изношенности не было и так далее. Хотя, допустим, в целом, в самом нашем таком хорошей базе в Караколе уже инфраструктура очень старая. Я думаю, что где-то через 6-7 лет этот вопрос очень остро станет. Вот, кстати, у вас как раз на видео стоит. Я хотел бы другое сказать. На самом деле, вот мы так скажем, я бы так сказал бы, что у нас Министерство культуры, информации и туризма, вот Министерство культуры, информации и туризма, там туризм в самом последнем месте, я не знаю, его нет просто. Вот давайте вот так скажем. Ладно. Они вечно будут говорить про отсутствие денег, про отсутствие бюджета. Давайте мы вот так возьмем. Я за все это время, за все это время про безопасность вообще туризма и вот этих на горнолыжных базах и так далее. За все это время, вот за всю зиму я услышал только два раза. Первый раз это сказал Сабр Джумабеков, наш травматолог, да, знаменитый ортопед. Он сказал недавно. И вот у вас поднимает второй раз вот этот вопрос по безопасности. Слушайте, вот идет снег, далеко не будем ходить. Вот в Атабеит, там Склонгур, не только Атабеит. Когда ты едешь в сторону вот горнолыжных баз, там Норос и так далее, и так далее, там есть дикие места катания. У нас сейчас самая большая проблема – это катание на баллонах. Они катаются на вот этих необеженных, неподготовленных мест. Ломаются же, ломают, люди калечатся, инвалидами становятся. И знаете, вот я туда два раза ездил, два раза ездил, я туда водил детей, чтобы посмотреть. Слушайте, нет никакой нормы безопасности. Никто за ними не смотрит абсолютно. Там люди диким способом зарабатывают местные жители. Там баллоны прокат отдают, там кони отдают на прокаты. Но ни одного из местной власти, не то что про туризм, нет никого ни из местной власти, ни медиков, никого нет. Знаете, вот в чем проблема. А в горнолыжных базах более-менее есть, там медики есть, там еще за оборудование смотреть. Вот куда нужно смотреть, вот куда нужно внимание обращать, вот там ломаются. Ведь мы-то про горнолыжные базы же сейчас обратили внимание только после несчастного случая, вот смерти вот этого малыша с Казахстана, к сожалению, да. Но на самом деле больше ломаются и больше умирают вот на этих баллонах. И я уверен, что это только в Бишкеке так, а в регионах что происходит, о которых мы не знаем. Вот куда нужно обращать внимание. Кстати, раз уж вы затронули этот вопрос, в этом году все-таки травматологи, врачи, они обращаются не раз, они, по-моему, ежегодно обращаются к жителям, к местным жителям, вообще в целом гражданам, чтобы к такому виду отдыха они все-таки отказались от такого вида отдыха. Потому что в больницах именно в зимний сезон пациентов с такими, с подобными травмами, с переломами, конечно же, их очень много. Давайте посмотрим материал наших корреспондентов. Юсенчик Шембекулу в данный момент находится в четвертой горбольнице с тяжелым сотрясением мозга. Причина – неудачная поездка в горы. Все произошло в койтаже в минувшее воскресенье. Поднявшись на большую горку, его на большой скорости сбили трое парней на баллоне. В итоге – падение, потеря сознания и больница. Сам он почти ничего не помнит. Я пошел, взял баллон на прокат, посадил своих детей на большой горке и спустил их вниз. Как только я спустил их, у меня сзади один баллон с тремя пацанами. Вы представляете, там, какая скорость была? Она прямо меня сбила с ног. И так сильно сбила, что я сразу головой об лед ударился и сразу потерял. И я такую сильную травму получил, что я до сих пор не могу вспомнить уже. Вот сегодня уже среда, я не могу вспомнить в воскресенье, как я вообще садился в эту машину, как я доезжал до этого койтажа. Главный врач Бишкекского научного исследовательского центра травматологии и ортопедии Алмаз Кубатбеков рассказывает, что с открытием зимнего сезона к ним гораздо чаще начали обращаться люди с переломом позвоночника или сотрясением и ушибами головного мозга. За этот сезон обратилось 709 человек. Это цифры очень большие. Буквально за прошлые выходные к нам 19 человек обратились. Из них пятеро госпитализировано. Кто к нам поступает? В основном поступают люди, упавшие, катаясь на баллонах. Сами знаете, баллон набирает скорость, его невозможно остановить на ходу. И обязательно они ударяются в столб, обстоящую машину и получают тяжелые травмы. У нас вот лежит одна молодая женщина, 35 лет, в коме уже вторая неделя. У нее тяжелый ушиб головного мозга, в коме сейчас. Ну, необходимое лечение получает. Также о безопасности в горах сегодня на брифинге высказался руководитель общественного фонда службы спасения в горах Владимир Комиссаров. И касаемо туристов, что любят лыжный сезон, он обозначил важность в вопрос о безопасности, поскольку для них тоже в приоритете стоит именно этот вопрос. Известно, что когда турист выбирает страну, в которую поехать, то первое, о чем он задает вопрос, это о безопасности пребывания в этой стране. И если вопрос с криминальной безопасностью у нас более-менее нормально, будем так сказать, то вопрос с обеспечением безопасности технической или безопасности услуг, он у нас находится в таком очень бедственном положении, я бы даже сказал, в катастрофическом положении. По его словам, в республике до сих пор не утверждены нормы безопасности в сфере горного туризма, из-за чего не соблюдаются элементарные правила. Также и склоны, они должны в обязательном порядке быть обозначены и огорожены, сказал Владимир Комиссаров. Должна быть классификация склонов по опасности, это черные профессиональные склоны, спортивные склоны, они сложные, опасные. И самые легкие, это зеленые склоны для новичков. Ну, где-то на каких-то базах есть, это проведена классификация, вывешены схемы и указано, что где какая-то, но на большинстве наших баз этого нет. Также главврач Алмаз Хубатбеков отметил, что в этом году по сравнению с прошлым зимним сезоном поток пациентов с травмами после гор гораздо больше, чем в прошлом, и настоятельно рекомендует проводить свой активный отдых с максимальной безопасностью для жизни. И у нас есть видеовызов, с нами на связи представитель департамента туризма Дастан Дайербеков. Дастан, добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте. Как вы уже поняли, мы обсуждаем зимний туризм, виды туризма и, конечно же, безопасность. В целом, как департамент туризма продвигает зимние виды туризма? Как вы знаете, у нас недавно состоялось, примерно 19 декабря, официальное открытие зимнего туристического сезона, где были представители просористов, консульств, да, также наши партнеры, отличные партнеры по проведению. Также мы совместно с международной организацией «Хельвитас» и «Чонкурчак» провели официальное открытие зимнего туризма. Вы можете чуть-чуть ровнее сидеть, да, Дастан? Еще раз? Да, чуть-чуть ровнее сидеть. Мы немного не успеваем, вы из стороны в сторону. Качаетесь. Вот так нормально? Да. Да, продолжайте. Также, говоря о зимнем туристическом сезоне, вот у нас 6 февраля департамент туризма при Министерстве культуры и информации туризма Крыльевской республики совместно с партнерами по развитию, то есть отечественными партнерами, как Совет по развитию бизнеса и инвестициям при правительстве Крыльевской Республики, Международный деловой совет, также посадцев выпускников «Джайка», «Общественный благотворительный фонд» или «Марсенбэ», «Общественное объединение родителей детей с аутизмом будет в руке», проводят благотворительный зимний фестиваль, благотворительный фестиваль «Крыстан, страна горных лыж и зимнего отдыха». Данный фестиваль пройдет на горнолыжном комплексе «Чункурчак» 6 февраля в 11 часов. Приглашаем всех жителей и гостей нашей столицы. Это 19-й ежедневный благотворительный фестиваль, который проводится с 2010 года. На фестивале будут разыграны билеты, которые в последующем все полученные средства от продажи билетов пойдут на благотворительность тех фондов. А кто может участвовать? Можно такой вопрос, да? Детская туберкулезная больница, детский онкологический центр и другие. Также билеты можно приобрести, как у нас в департаменте, также по адресу бизнес-ассоциации «Джия», совет пешеходного туризма, Американская торговая палата и секретарята Совета по развитию инвестиций и бизнеса при правительстве Крестской республики. Спасибо. Я напомню, с нами на связи был Достан Дайербеков, специалист отдела стратегического планирования и развития департамента туризма. И сейчас вопрос. Кирилл, к вам. Сейчас все-таки возвращаемся к безопасности. При несчастных случаях ответственность на кум лежит. Смотрите, хотел вернуться к баллонам. Стихийное катание на баллонах, повторяю, это приводит к определенному риску для катающихся, тех же самых для окружающих. Потому что баллон в неотведенных условиях и специально неподготовленных условиях для баллонного катания это очень опасно. Нужно кататься именно на подготовленных трассах, где имеют зона специальной посадки, зона разгона, зона трансфера, непосредственно буферная зона и зона торможения. Тем самым, как бы вы специалистами это рассчитано на зоны специальные, они как бы минимизируют получение травмоопасности. В чем отличие допустим баллонов и лыж? Потому что на лыжах сейчас есть у нас подготовленные инструктора, которые обучались в России, непосредственно проводятся здесь, в Кыргызстане, проходят лыжные курсы по обучению именно лыжных инструкторов. То же самое, как говорили выше эксперты. Я немножко с ними не соглашусь, именно по градации трасс, это очень такой момент четкий. Да, информационные знаки должны быть для общего понимания и всего, но помимо того, как бы на наших лыжных базах проводится разъяснительная работа в плане, допустим, если люди употребляли алкоголь, либо еще какие-то иные средства, их не допускают на подъемнике. Также смотрят по уровню непосредственно катания и тем самым рекомендуют выбрать какие-то определенные трассы. Есть, конечно же, ответственность, которая лежит полностью на самом туристе, это понятное дело. Например, в случае, когда мальчик из Казахстана погиб, ударившийся об дерево в этом случае, кто несет ответственность в этот несчастный случай? Ну, в мировой практике как бы есть такое понимание, как бы вообще есть трассы подготовленные, на которых катаются, да, и в случае каких-то там падения, либо остановок, либо каких-то технических проблем, да, подъезжают как бы сотрудники и непосредственно как бы оказывают какую-то помощь, там, ввела или рекомендации, либо вводят какие-то там свои эвакуационные действия, да, по спуску. Ну, в данном конкретном случае кто понес ответственность и завелили дело? Вот смотрите, как бы в ситуации именно по Караколу, там пошел такой момент, что непосредственно как бы ребенок был несовершеннолетний, и он катался без участия родителей, и как бы есть, и тут ребенок, он, я не знаю, либо разогнался, либо еще что-то, да, не рассчитал свою скорость, либо путь и врезался в эту елку, понимаете? Как бы есть понятие катания на открытых трассах, есть понятие как на лесных трассах, да, очень много понятий, но в мировой практике, да, я посещал многие курорты, и в Европе был, и как бы в странах СНГ, и тем самым я нигде не видел прям сплошные какие-то ограждения, сетки. Да, есть по нормам безопасности, которые прописаны, есть информационные знаки, таблички, которые присутствуют, также заградительные сетки на каких-то сопредельных это участках, допустим, каких-то обрывах, либо еще что-то, где вот прям вот буквально там в метре-полтора проходит там спуск, да, лыжников, там это все как бы ограждается, есть нужда в этом. Но в остальном, как бы, горлыжная база сама выбирает те участки, которые именно ограждать, да, но есть еще такое требование в плане ограждения, как бы информационных знаков, обознавательных, да, там сбавить скорость, либо, допустим, какой-то есть предмет, есть как бы три градации, да, либо вам нужно устранить это препятствие, да, ну, как бы, которую, либо, допустим, информировать, либо огородить. И тем самым, как бы, тут человек, это, как бы, ну, катание на лыжах, это сопределенно с риском. Тем самым, допустим, то же самое, как бы, плавание, да, люди же, они постепенно не начинают, как бы, купаться, да, на глубоких водоемах, либо они не подготовлены, да, они пользуются, как бы, непосредственно услуги, там, как бы, за присмотр родителей, и все, как бы, более натачивают свои навыки. И здесь, я считаю, вина больше накатающихся, чем непосредственно, как бы, на самой горлышной базе. Потому что, как вы знаете, есть очень много прецедентов, даже сравнить просто машина, да, это тоже автомобиль сопряжен, как бы, с риском для окружения. Но есть какие-то правила, есть какие-то требования, да, но тем самым, как бы, если люди будут не пренебрегать безопасность, что у нас очень часто присутствует на горлышных базах. Люди чувствуют вседозволенность и понимание, я знаю, я умею, их амбиции переполняют. Ну, это ведет к очень нехорошим последствиям. Я считаю, что нормы безопасности, так как мы живем в Горной Республике, у нас они должны непосредственно преподаваться в школах, как техника, допустим, безопасности, и все остальное также должны рассказывать, что такое лавины, что такое горы, что такое снег, и, как бы, какие-то моменты, да, информационные люди должны понимать, да, что, как бы, даже вот я сторонник того, я активно продвигаю именно, и хочу, чтобы каждый горнолыжный, вернее, каждый школьник в Кыргызстане имел возможность выехать на горнолыжные базы, просто даже в горы, и ознакомиться, да, что такое, допустим, горы, да, что такое канатная дорога, что такое лыжи, что такое сноуборд. И, как бы, прививать, начинать культуру, именно формировать именно с детей сейчас, потому что, как бы, вот именно вот этот разрыв, он создал, как бы, знаете, такую, как бы, вроде она популярна, но люди об этом очень мало знают, да, но если об этом будут дети знать с самого детского возраста, дети у нас в Азии почитаются, и, как бы, их всегда интересом следуют, как бы, родители, и это очень, это полезно и здорово, это, я считаю, лучший вид отдыха и спорта именно зимой. – Владимир Анатольевич, если уж речь зашла о возрасте, с какого возраста можно и ставить ребенка на лыжи? И в этом случае на ком должна лежать ответственность? – Ну, вот, отвечая на ваш вопрос по конкретному этому случаю, да, немножко коснусь мировой практики. Вот вы спросили, кто виноват? Если бы это случилось где-то на трассе в Швейцарии, то виноват был бы тот, кто готовил эту трассу. Если, допустим, трассу владелец горнолыжного комплекса нанял кого-то, кто подготовил трассу ему и потом сдал по акту, значит, он был бы виноват. Но в целом там за это отвечала бы горнолыжный комплекс. Почему? Потому что там есть нормы безопасности. Трассы различной сложности, вот эта трасса, она где-то на границе красной и черной трасс, то есть это уже сложная и опасная трасса. Так вот эти трассы, по международным правилам, опасные трассы, они ограждаются сетками. Вот вы, наверное, по телевизору видели соревнования горнолыжные, да? По слалому там. Если соревнование идет где-то по трассе в лесу, и он вылетает, лыжник с трассы, то он попадает в сетку, в защитную сетку. Так вот, на этих черно-красных трассах есть опасные участки. Так же, как там, вот в Караколе. Там были крутые спуски, небольшие повороты. Это опасные участки. Они должны быть по нормам безопасности вот тех альпийских стран, они должны быть огорожены. У нас обвинять сейчас горнолыжную базу в том, что они виноваты, мне кажется, нет оснований. Потому что у нас нет требований, которые бы их обязали поставить там сетку. То есть люди, то есть сами горнолыжные базы, владельцы горнолыжных баз, не знают сами, как правильно? То есть они знают, как правильно? Нет, они, может быть, и знают. Они знают международные правила, они знают международную практику. Они прекрасно все побывали на курортах, на развитых курортах. Они знают, как там все устроено. Но почему-то, я не хочу говорить почему, они сами знают почему. Почему-то этого у нас нет. И у нас нет не только этого. Вообще нормы безопасности горнолыжных комплексов, они не складывают столько вот из норм безопасности подъемных механизмов. Это безопасность склонов, это информационная безопасность, это безопасность в обучении лыжников, это наличие аварийно-спасательных формирований специальных и вообще аварийно-спасательной службы. И на все это должны быть нормы определенные. Пока этих норм нет, как можно предъявлять такое официальное обвинение руководителям горнолыжных предприятий наших? Это вот то же самое, что если бы у нас не было правил дорожного движения, кому предъявлять претензии? Ну, некому, но едет, столкнулись двое, кто виноват. А у нас есть правило, правильно? И разбираются, кто виноват, эксперты по движению безопасности, определяют виноватого. Если врач лечит не по протоколу, и в результате случается что-то, начинается разбирательство, если оказалось, что врач лечил неправильно, значит, он виноват. Существуют нормы какие-то, правильно? Лыжный спорт – это спорт повышенной опасности. Ну, так же, как и альпинизм и еще другие. Раз спорт повышенной опасности, должны быть стандарты профессиональные, в услугах профессиональные стандарты и стандарты безопасности. Этого у нас нет. И об этом мы говорим уже очень давно. Мы кому говорим? Мы государству говорим. Вот в этом сборнике, который я вам привез, там есть анализ безопасности приключенческого туризма в Кыргызстане. Вот мы проанализировали документы развития туристской отрасли, начиная с первых. Это 95-й год, была первая концепция. До 16-го года вопросов безопасности в документах развития не было, вообще не было, слово не говорилось. Начали говорить только 16-го года. 16-го года, но в основном это только разговоры, реальных дел практически до сих пор нет вот по документах развития. Я вам скажу один вопиющий такой вот пример. Вот если у нас случится несчастный случай в отдаленном или труднодоступном районе где-нибудь, ну, отек легких на перевале где-нибудь, и нужно срочно спасать. По спутниковому телефону они сообщают службу спасения или в МЧС. И что случится? Ничего не случится. У нас нет спасательных вертолетов. У МЧС нет вертолета. Есть несколько вертолетов коммерческих, частных, но их использовать в спасательных операциях очень проблематично. Вот наша спасательная служба в прошлом, нет, в 19-м году, в позапрошлом году, мы не смогли организовать спасательные работы для россиянина, у которого на перевале, я не помню название сейчас, отек легких был. Там была большая группа. Снегом завалило перевал этот. И они по спутнику, врач был по спутнику сказали, что у нас у человека отек легких, кислорода нет, медикаментов не хватает, он в тяжелом состоянии. Пожалуйста, нам нужен срочно его спустить. Мы не смогли вертолет найти. Коммерческие вертолеты, которые у нас здесь есть, мы обращались к коммерческим фирмам, они говорят, с удовольствием, но я не могу, он сейчас работает, и если я сорву работу, я буду платить очень многое, у меня будут проблемы. Мы не смогли найти вертолет. Хорошо, что, прошло, он двое суток торчал на этом перевале, снежный покров немножко стабилизировался, и они сами его успели стащить вниз, как только стащили они вниз, на тысячу метров, и отек легких практически купировался. Я так поняла, все-таки каждый турист, альпинист, он сам несет ответственность за свою жизнь, за свое здоровье. Вот вы, Ильин Майрамбекович, вы когда готовитесь, вы не только на лыжах катаетесь, вы еще и альпинизмом занимаетесь, вы покоряете вершины наши, сбираетесь на пик. Как вы готовитесь к тому, чтобы опять завоевать очередную вершину? Естественно, вот, конечно, турист, и вот тот, кто увлекается приключенческим туризмом, он несет риск. Это есть во всем, особенно, допустим, в альпинизме. В альпинизме на сегодняшний день мы учитываем плюс к тому же еще не только временное расстояние, когда мы сможем обратно, но и вопрос того, что будет, если, допустим, кто-то, не дай бог, сорвется и так далее, сможем ли мы, допустим, вызвать помощь и так далее. Сегодня мы можем надеяться только на рацию, которая есть, ну, спутниковую рацию, которая есть на базовых лагерях, альпинизмских лагерях, которые находятся на уровне трех, трех с половиной тысячи метров в разных местах. Здесь, допустим, на базе рацика, там на пике Ленина есть базовые лагеря, мы можем арендовать только спутниковую связь и все, и сообщить им. Но дальше начинается очень интересное. Очень правильно сказали, на сегодняшний день, вот я еще один пример приведу, в прошлом году мы об этом все забыли, потому что он не наш гражданин был, он гражданин Казахстана был, альпинисты, которые застряли у нас здесь в горах, мы же их не нашли. туда притягивали казахи и сами притягивали их вертолет с Казахстана, и они прилетали, потому что нашего у нас вертолета нет вообще как таковой. Есть, да, туристический вертолет, но он постоянно занят, как сказать, и поэтому мы на самом деле несем, идем туда на свой страх и риск. Давайте так скажем, знаете, вот сфера туризма у нас на самом деле там просто одни сплошные проблемы, никто их не собирается решать. Вот смотрите, сейчас вот вышел у вас представитель министерства туризма, он про что рассказал? Ни про какую безопасность, ни про какое условие, ни про инфраструктуру он не сказал. Он понимал, что выходит на телевидение, на пятый канал, что его смотрят люди и что ему отведено там небольшой промежуток времени, что он что-то должен сказать. И он, знаете, что он сказал? Он сказал какую-то акцию вот здесь на одной горнолыжной базе, куда он сказал приходите, билеты покупайте и так далее. Все это показатель того, как у нас занимается туризм. Вот и все. Какие-то меры для того, чтобы привлекать что-то делает, вот типа вот это, больше ничего не делается. Все остальное делают сами вот эти люди, которые туризмом занимаются. Те люди, которые идут в горы и те люди, которые это организовывают. Но на свой страх и риск. очень много несчастных случаев остаются вне информационного поля. На самом деле в сфере альпинизма каждый год умирает очень много людей. У нас достаточно количества людей. калечиться. И очень многие из них из-за того, что туда не могут добраться помощь. Помощь не может добраться. Потому что, да, альпинистская бригада, она идет. Понимаете, когда человек, допустим, срывается с горы, там, я не говорю про то, что там лавины, да, лавины, там уже счет идет на секунды, на минуту-две выкопал, выкопал, умер, вытащил, нет. А вот, допустим, когда срывается с горы, человек ломает что-то, кости и так далее, он думает, там всегда холод, там вечная межзлота. И помощь должна вовремя прийти. И вот в этот момент, там очень много моментов, даже с базовых лагерей, испытанные альпинисты, они идут туда, но даже они не успевают туда. А так должен быть, конечно, вертолет у МЧС должен быть, специальная бригада должна быть. Вообще, это все нужно организовывать на государственном уровне, никто этим не занимается. Вот вы сейчас говорите, да, мы сейчас говорим о том, что горнолыжные базы, они должны соблюдать определенные нормы, у них должны быть нормативы безопасности и так далее, и так далее. А кто-нибудь считал тогда вопрос расходов? Хорошо, мы сейчас пойдем, проверяющие, вот это посмотрят сейчас пятый канал, скажут, а, да, точно, норма же безопасности, мы сейчас пойдем колпашить их. Тогда вопрос отразится на цене, на цене туризма. То есть, это отразится на подъемниках, на электроэнергии, они же дополнительную сумму будут вкладывать на обеспечение вот этой инфраструктуры. Готовы ли мы это оплатить? И сколько она должна быть? Это все нужно заниматься на государственном уровне. и вот этот туризм, который там сидит, какие-то вот эти акции месячковые делает, там, билеты еще продает, он, по идее, вот этим стратегированием должен заниматься и предлагать, и смотреть, как, допустим, при минимуме ресурсов, минимуме возможностей выжать максимум хотя бы. Ну, то же самое, вот эти по баллонам, боже мой, ну, вы же можете, допустим, Айлюк Митов подключить, туда поставить, допустим, вот этих медиков с ФАПа, допустим, поставить, поставить специальные места, где только можно на этих баллонах, потому что запретить людям никто не сможет эти баллоны сейчас, никто не сможет, там толпами ходят на баллонах, и люди зарабатывают одна часть, другая часть катается, и они катаются везде, где это можно, эй, вы же можете же, крыгосмердов, вы же, елки-палки, это же ваши граждане, они калечатся, вот, бьют тревогу, медики бьют тревогу, главные там ортопед говорит, эй, люди не катать, на это люди не будут идти, нужно же это все регулировать, а не заниматься какими-то вот этими распродажей билеты, вот что происходит, и это отлично, что эта тема поднимается, вообще нужно эту тему поднимать, но знаете, Оле, очень важно, обратно же, у нас начинается вот так, сейчас вот люди сказали, что должны быть нормы безопасности, то должно быть и так далее, и так далее, на это мы можем загнуть любой бизнес в нашей стране в туризме, если мы сейчас туда контролеров просто пустим и скажем, идите проверяйте норму безопасности, они пойдут, всех закроют, они всех закроют, там и коррупция начнется, и на лапу, и так далее, как у нас происходит, это нужно делать комплексно, масштабно, ты идешь проверять, но ты не просто закрывай, ты рекомендации давай, при этом смотри, возможности этих горных кластеров, они смогут реализовать это или не смогут, и где нужно помочь, вот как нужно подходить к этому вопросу. Кирилл, у меня вопрос к вам, скажите, пожалуйста, какие-то госорганы вас проверяют, и кто отвечает вообще за безопасность в целом, за вашу деятельность? Конечно, непосредственно, как бы, я вообще, как бы хотел, просто немножко такой диалог у нас получается, отдельно в студии нахожусь, а смотрите, как бы, мне приходится догонять, как бы, да, как бы, восполнять ту информацию, я вернусь немного снова, по поводу подъемников и всего, как бы, вообще комплекса, горлыжных комплексов, это есть канатная дорога, это есть спуски, это есть, как бы, подъездные пути и все остальное, и каждая, как бы, задача, они, как бы, делятся, они разнятся, да, горлыжные базы готовят трассы свои, они, как бы, каждая горлыжная база, она кардинально от друг друга отличается, есть, допустим, более заточенные под спорт условия, кто-то более для массового потока, кто-то уже более углубленного катания, да, более экспертного катания, кто-то уже умеет, и, как бы, каждая у нас база, они отличаются. По поводу, как бы, техинспекции, есть у нас экотехинспекция, которая проводит осмотр канатных дорог, проводит тренинги по квалификации именно сотрудников, проводятся лекции именно там какие-то в плане механических, да, узлов, агрегатов, потом технических моментов, это, как бы, все работы проводятся, это, как бы, все есть. Также на каждую канатную дорогу есть, просто тут коллеги говорят, что если пойти с проверкой, да, блин, проблем нету, серьезно, на самом деле. На каждую канатную дорогу есть технический паспорт, по которому есть специальные нагрузки, расчеты, по которым она рассчитывается, эта канатная дорога. Понимаете, как бы, на каждую дорогу, если она рассчитана на один, на одного человека, да, то там два человека оператор никак не посадит. Если там четыре человека, то это четыре. Эти все нормы, они рассчитаны с запасом прочности, понимаете, и каждый год, каждый день проводятся эти работы по как бы осмотру, по как бы замене каких-то узлов и агрегатов. Как бы, вот люди просто, знаете, немножко, они очень говорят все поверхностно, но не знают всей глубины работы на горлолыжной базе. И я уверен, что просто гости в студии, они, ну, обычные обыватели, катающиеся, да, но нисколько не имеют опыта, да, именно вот этого громадного подхода, именно вот этой подготовки, именно для, именно к сезону, да, когда люди готовят, вернее, когда горлолыжная база готовится к сезону, когда, допустим, вот сейчас снег выпадает, активно, допустим, в ночь будут выезжать где-то ратраки, где-то, допустим, будут там специально ждать для любителей фрирайда, для внетрассового катания, да, специально держат склон, не обрабатывают трассы, именно, именно, потому что, как бы, каждая горлолыжная база, она рассчитана под свой сегмент, и тем самым, как бы, ну, у нас сейчас, на данный момент, горлолыжные базы, сложилась такая ситуация, что у нас предложение сейчас превышает спрос, и это на самом деле для отрасли очень плохо, Вот как раз таки, вот этот момент, да, иностранных туристов, по понятным причинам, в этом году, не так много, возможно, вообще нет, сами кыргызстанцы хотят, знаю, путешествовать, знаю, хотят кататься, хотят посетить ту или иную горлолыжную базу, но у многих, как раз таки, вопрос упирается в цену, да, в деньги упирается, не все могут это себе позволить, вы в этом году, как-то горлолыжные базы, в этом году, как-то ценовую политику пересматривали? Ценовая политика, как бы, она пересматривается каждый год, но есть такое понятие, да, как бы, Сторону увеличения? Нет, наоборот, даже сдерживание, знаете, как бы, в виде курса, потому что, смотрите, многие горлолыжные базы, они кредитуются, и кредитуются, привязка идет у них к доллару, и, как бы, они вынуждены поднимать под какие-то условия, ну, как бы, чтобы точка рентабельности присутствовала. Тем самым, как говорит, смотрите, у нас в счету нашего разнообразия, да, горлолыжных баз, у нас порядка их больше 20 горлолыжных баз в Крымской республике, на которой на данный момент действуют, работают в порядка 17, практически во всех областях, и есть на свой карман и на вкус. Есть, допустим, более, как бы, более, как бы, развитые горлолыжные базы, да, больше, более-таки большие, там чек немножко повыше, да, есть базы такого городского уровня, там чек немного ниже, и, в принципе, разница, допустим, 50%, вернее, 100% разница, допустим, в Скипасе, и в тем же самым, допустим, по услугам, по трансферу, по прокату, везде есть акции, везде есть скидки, просто нужно немножко мониторить этот рынок, а просто лучше иметь друзей-горнолыжников, которые всегда порекомендуют и посоветуют лучшие условия и, как говорится, на каждого любителя, обывателя. Также, многие горлолыжные базы поддерживают вообще детское развитие. Есть горлолыжные школы, где, допустим, на балансе баз проводится обучение, именно непосредственно, как бы, подготовка юных спортсменов. И это, как бы, за счет горлолыжных баз. И вот хотелось бы, как бы, общими усилиями это все развивать. А по поводу департамента туризма, да, мне кажется, знаете, немножко неэтично и немножко, как бы, грубо было звучало от гостя в студии такое заявление. На самом деле, я являюсь председателем совета при Министерстве культуры и спорт, туризма, департамент туризма. И мы, допустим, работаем активно по развитию именно туризма, да. Вот смотрите, сейчас, вы заметили, буквально за два года произошла такая работа, там было, вернее, все начали говорить зимний туризм, зимний туризм. А знаете вообще, как началась вообще этот зимний туризм у нас в Кыргызстане? Он у нас был, горлолыжные базы, у нас уже существует порядка 70 лет, как бы, да, и как бы культура катания в республике есть, а также альпинизм, да, сейчас активно развивается зимний альпинизм. Но, получается, буквально где-то два года назад была маркетинговая стратегия по, непосредственно, по развитию туризма. И там, знаете, было такое, очень много направлений, там, как бы, летний, рекреационный, ты там активный, ну, очень много направлений. И, знаете, по зимнему туризму, я как представитель зимнего туризма, был, знаете, такое допущение, как бы, информация быстро проскользнула. Я взял микрофон, взял инициативу на себя, и непосредственно, как бы, коллеги подключились. Также мы начали задавать и говорить о приоритетах и потенциале именно республики о зимнем туризме. И, на самом деле, очень много сейчас организаций, в которые подключились под развитие, сейчас непосредственно, как бы, очень много желающих стало. Я начал задавать людям, таким, знаете, ну, которые понимают в туризме вопросы. Я говорю, а чем вообще занимаетесь зимой? Мы занимаемся перепиской. Я говорю, это же буквально, ну, вы работаете буквально там пять месяцев в году, а все остальные семь, чем вы занимаетесь? Мы занимаемся перепиской. Я говорю, ну, это же неправильно. Я говорю, давайте пересматривать, как-то это развивать. И начал им накидывать идеи, потому что, как бы, я сам катаюсь непосредственно около больше 22 лет на горных лыжах, также непосредственно занимаюсь именно экстремальным катанием, именно в области скитура, фрирайд, катался на многих неподготовленных трассах и призер в соревновании по фрирайду. Я, понимаете, я имею понимание, что происходит, да, в республике и как мы можем продавать. В прошлом году мы с представителем горных лыжных баз ездили на обучение в Швейцарию, где мы проходили курсы по обмену опытом, оттуда мы привезли очень большой колоссальный опыт. Мы, понимаете, как бы видели это все как бы на картинках здесь, а мы это увидели в деле. И теперь, понимаете, как бы мы работаем над условиями, чтобы это все внедрять и развивать. И, допустим, работа департамента туризма, я считаю, что они работают на самом деле, как бы при... Вы должны понимать, что есть целое министерство там, допустим, культуры, спорта и туризма, но это департамент, это маленький департамент, там буквально 15 человек, да, это даже не министерство. Если мы хотим развивать Кыргызстан как страну туризма, нам нужно делать отдельное министерство и привлекать, допустим, пользоваться мнением экспертов и разрабатывать, допустим, какие-то программы. Больше улучшать, делать просто упаковку для страны и продвигать ее. Владимир Анатольевич, вот мы послушали, получается, наших экспертов, мы послушали медиков, и вывод такой, если не умеешь кататься, если не уверен в себе, не имеешь достаточно здоровья, достаточно денег, то сиди дома. Совершенно неправильно. Вот вы задали вопрос, да, когда наступают меры ответственности, что альпинисты, горнолыжники сами за себя везде отвечают. Я вам скажу, когда она наступает, когда альпинист или горнолыжник начинает пользоваться услугами где-то, и если в результате этих услуг он получает травму, то он за себя не отвечает. Если я катаюсь, пошел на фрирайд и катаюсь там один, без гида, я сам за себя отвечаю. Но если я взял себе гида, фрирайда, то за мою безопасность здесь отвечает в большой степени гид. То есть у нас должна быть безопасность услуг. А безопасность услуг каким образом регулироваться должна? Во всем мире она регулируется. Существует регулирование деятельности по оказанию услуг в части соответствия профессиональному стандарту и стандартам безопасности тех, кто оказывает услуги. То есть у гида, допустим, горного гида или лыжного гида, у него должно быть образование, подготовка, соответствующая принятому профессиональному стандарту. Если я пошел на горнолыжную базу и пользуюсь, то там пользуюсь услугами, то целый комплекс услуг должен быть под стандартами безопасности. Это комплекс стандартов безопасности. Теперь вот наш гость, он правильно сказал, вопрос поднял о том, что когда, если мы примем нормы безопасности, то у нас все нужно будет закрыть или проверки бесконечные будут. Но что мы предлагаем? Мы предлагаем, да, мы предлагаем принять нормы срочно, но внедрение этих норм сделать компромиссным, растянуть его. А кому вы предлагаете? Мы кому? Государству предлагаем в лице департамента туризма. Мы пояснительные записки написали, мы предложения написали по вопросам безопасности. департамент туризма. Да, что мы будем работать. Здесь все равно какой-то финансовый вопрос. Департамент туризма ежегодно финансируется достаточно скудно. Насколько я знаю, около 6 миллионов поступает на их бюджет. Как здесь взаимодействовать? Если у департамента туризма достаточно скудный бюджет, чем может помочь департамент туризма? Знаете, я отвечу на ваш вопрос. Нельзя говорить о том, что из-за того, что все дорого или еще что-то дорого, не нужно ходить. Плюс там еще рискованно, безопасность нет, не нужно кататься, не нужно ходить. Нужно ходить горы и кататься. это спорт, это состояние твоей души и вообще в целом определяет форму твоей жизни в сторону активности, в сторону улучшения. Поэтому этим нужно заниматься. Но нужно заниматься всегда осторожно, аккуратно, с учетом тех условий и тех реалий, которые у нас на сегодняшний день есть. И вот смотрите, вот наш Костю в другой студии сидит и нас критикует и критикует. Я хочу ответить следующим другим. Кирилл. Ну, Кирилл, да, он сам сидит и сам же отвечает, говорит, до меня перепиской занимаюсь. Вот чем и занимается. Абсолютно верно он говорит, что там перепиской сидят и занимаются. Департамент действительно это маленький, это не огромное министерство. Я прекрасно знаю, кто там работает и как они работают. И вообще государственную структуру, как они взаимодействуют, тоже прекрасно знаю. Эти там несколько человек революцию не создадут. Но они должны, там должны сидеть специалисты, которые понимают эту сферу, понимают их проблемы и они должны лоббировать и пробивать там выше в правительстве у президента рассказывать, указывать эти проблемы и говорить, ребята, смотрите, у нас есть вот такая стратегия, кроме того, что мы привлекаем туристов, мы их сюда завлекаем и так далее. Хорошо, завлекли, давайте им создадим здесь условия безопасности и так далее. Тивил мыслит очень узко. Там говорит по поводу вот этих кресел, по поводу канаток, по поводу трасс. Мы здесь целиком в целом говорим о безопасности, о безопасности вообще в целом туристов, нахождения их в нашей стране. Это на самом деле большой комплекс вопросов, большой комплекс. Это не просто научить инструктор, который сидит и говорит по два не садитесь, потому что здесь только один человек. Это не только это. Я так понял, что Кирилл более зависимый от департамента государства, правильно, они так и будут говорить. Они стараются хоть как-то пробить брешь в этой госсистеме, бюрократической системе. Но в целом мы приходим здесь на эту площадку обсуждать и говорить о том, что у нас есть целый комплекс глобальных проблем. На самом деле у нас действительно проблем много. Эфир подошел к концу. Проблем много и надеемся, что решения будут найдены. Я благодарю всех гостей за беседу. На этом наша передача подошла к концу. Берегите себя. Удачи и до свидания. Продолжение следует...